Броню танков Броню танков Броня 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 схеме буквой B, ну и, соответственно, вот это расстояние, оно исчисляется в прямой проекции, то есть, когда ваш снаряд по пунктирной линии заходит под прямым углом, кто учил уже геометрию, вот этот прямой угол, под прямым углом заходит в точку входа и выходит в точке выхода. Вот это расстояние и есть толщина брони, которая у нас в характеристиках танков всегда указана одной какой-то конкретной цифрой там на какой-то детали. Что такое приведенная броня? Приведенная броня это расстояние, вот здесь оно на схеме обозначено буквой A, которое должно быть равно от точки входа до точки выхода, но не в прямой проекции, а под углом. Таким образом, если снаряд начинает входить не под прямым углом, а под любым другим, допустим, под 45 градусов, как обозначено на схеме, то, соответственно, расстояние, которое необходимо снаряду преодолевать, увеличивается, потому что диагональ, ребят, как мы помним по геометрии, всегда больше, чем просто прямая. Соответственно, ребят, получается, что если здесь, допустим, предположить, у вас 50 миллиметров брони, то при 45 градусах, будем говорить, там без точных цифр я не рассчитывал на калькуляторе, допустим, это будет уже не 50 миллиметров, а целых 70 миллиметров. То есть толщина брони искусственно увеличивается. Не увеличивается суммарная толщина детали, а увеличивается просто расстояние, которое необходимо пройти объекту, как я уже говорил, от точки входа в точку выхода. Как это выглядит на примере конкретных танков? Ну, допустим, мы возьмем с вами, ну, самое, что ни на есть простое, давайте откроем с вами тяж 8 уровня, и о нем мы сегодня еще отдельно поговорим, 45-02А. Это проходная машина в ветке Германии. И она на схеме выглядит у нас вот таким вот образом. На секунду, отдаляясь от темы, приведенной брони, сразу давайте обсудим с вами термины для того, чтобы друг друга правильно понимать, ну и чтобы вы на будущее тоже правильно понимали то, что вам говорят обзорщики в YouTube, ну, либо ваши, там, я не знаю, друзья в игре, или в команде во время того, как вы уже воюете, когда они вам дают подсказки, что вам делать с вашим врагом. Итак, поехали. Верхняя лобовая деталь, VLD сокращение, его еще называют верхним бронелистом, он отдельно здесь обозначен, и почему я взял именно эту машину для примера, потому что здесь эти детали четко выражены, потому что бывают такие машины, в которых четкой выраженности данных деталей нет, то есть, ну, вот здесь можно, конечно, разобраться, но уже немножко посложнее. Верхняя лобовая деталь здесь присутствует, ровно как и в этом танке. Нижняя лобовая деталь в сокращении NLD, то есть VLD, NLD. NLD, нижняя лобовая деталь, ее же называют нижним бронелистом. Что касается башни, лоб башни, вот он, и не надо путать его с вот этими вот вещами, потому что вот эти вот вещи называются щеки. Все называют именно таким образом, потому что, ну, действительно, щеки у нас, как правило, выступают дальше за лицом, ну, не у всех, ладно, окей, шутки шутками, но вот эти вот штуки называются щеками, а лоб башни, это вот эта часть. Ну, допустим, на примере с Левчиком, здесь немножко тяжелее, тут башня округлая, но все равно щеками будет считаться именно вот эта часть, а лобовая часть, вот она, указана на схеме. Щеки обсудили, лоб башни обсудили, теперь что касается вот этого. Борт и отдельно борт башни. Дальше идем. Нижняя часть борта, если у вас техника разделена, да, там, то есть это не прямая, там, допустим, одна сплошная какая-то, ну, а, соответственно, делится на ступеньки. И смотрим. Корма башни, корма танка. Некоторые называют, я, в частности, называю это не кормой башни, я это называю просто затылком. По одной простой причине, потому что можно запутаться. Таким образом, ребят, вы будете понимать, что есть корма, что есть у нас борт, что есть у нас ВЛД, НЛД, щеки и лоб башни. Есть еще такое понятие, как комбашня, это вот эта вот сверху надстроечка, через которую, типа, командир у нас в башню залазит. Некоторые называют кепкой, я тоже периодически кепкой называю. Ну и на некоторых машинах действительно смотрится, как кепка. Есть еще такая штука у нас, как шарф. Шарф это вот эта вот часть, во многих машинах она ярко выражена, не знаю, на ком тут еще можно будет показать, нет. К сожалению, ну вот, да, видите, вот этот шарфик, он в данном случае у нас показан в виде, там, красной полосы. Иногда этот шарф не забронирован, иногда, наоборот, забронирован. Так вот, ребят, вот этот вот шарфик иногда может вам довольно-таки неплохо помочь разобрать вашего соперника, я имею в виду его шарф. К этой теме вернемся тоже отдельно. Если вдруг я сейчас по терминам что-то не учел, обязательно пишите в комментариях, спрашивайте. Я попытаюсь вам ответить, если ответ на этот вопрос у меня будет. Теперь давайте будем говорить в отношении приведенной брони. Возвращаемся к нашей теме. Как вы видите, на данной схеме указано две цифры. 160, вот здесь вот сверху смотрим, 160 и 249. О чем это говорит? 160 это толщина бронелиста, вот просто в его прямой проекции. То есть, если вы будете стоять вот так вот как-то, и ровно под иглом 90 градусов снаряд будет сюда заходить, то, как бы его там вот так, да, прям аж стоять должен, чтобы сравниться. 160 на 160. Вот получается толщина брони, это прямая проекция брони. Если же вы смотрите в прямой проекции на танк, почему прямая проекция на танк? Это когда вы смотрите ему прям вот так вот ровненько, и он никуда не поворачивается, ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз не уходит. В прямой проекции, когда вы смотрите, его приведенная броня, допустим, в этой точке будет составлять 245 миллиметров. Что это значит? Это значит, что чем больше будет вот этот угол, то есть чем больше вы будете там играть, допустим, от неровности, то вот при такой вот схеме, если вы на горку выезжаете, и с горки не свисаете, а просто торчит ваша башня, то здесь угол будет уже настолько велик, 66 градусов и, соответственно, 390 единиц брони. Соответственно, чем больше будет угол, который вы даете, тем меньше вероятность того, что вас пробьют. То же самое касается игры бортом, игры ромбом. Многие называют задним ромбом, передним ромбом. Ребят, не заморачивайте пока себе голову, просто ромбом. Это когда вы машину держите не прямо, а держите немножечко под углом. Зачем это надо? На многих машинах могут быть плохо забронированы борта, но при этом довольно неплохо отыгрываться, когда вы стоите вот так вот полубоком, и угол этот необходимо чувствовать, его нельзя предугадать для каждой машины. Они являются разными для каждых транспортных средств в нашей игре, поэтому, когда вы стоите вот так вот ромбом, вы должны сами чувствовать, насколько угол вам надо давать. Чем меньше будет этот угол, тем больше будет здесь угол, и, соответственно, будет больше приведенная броня. Как вы видите по схеме, борт нашего танка составляет всего лишь 85 мм брони, но с приведенкой целых 821, и пробить его, понятное дело, сюда никто не сможет. Если, ребят, вы даете чуть больше угол вот этот вот, точнее, начинаете уменьшать угол, но становитесь все больше и больше углом к своему сопернику, соответственно, приведенка уменьшается. Некоторые машины только таким образом нормально по-человечески и могут отыгрываться, потому что в таком случае нижний бронелист, который, как правило, хуже забронирован, чем верхний, он тоже начинает иметь свою приведенку, но здесь уже зависит от машины, на которой вы играете. То же самое касается и щек. Если вы видите, то в данный момент щеки составляют 84 мм прямой проекции, но с приведенкой 241, и это уже неплохо для 8 уровня, хотя многими все равно будет пробиваться. В то же время, если вы хотя бы немножко доворачиваете свою башню, то здесь проблема ухудшается, потому что здесь становится 175 мм, еще больше довернули 156. Короче говоря, ребят, самое основное, чем лучше вы знаете броню и чем лучше вы понимаете, стоит ли отворачивать башню или нет, тем лучше вы будете отыгрывать. Если мы с вами откроем, допустим, того же самого Мауса, то на Маусе, наоборот, советуют отворачивать башню, а не стоять в прямой проекции. Это связано с тем, что у этой машины в прямой проекции башни есть щеки, которые пробиваются просто-таки на ура. Где там наша моделька? Вот она. Здесь сейчас по модели вы этого не увидите, но когда вы будете играть в реальном бою и будете смотреть на Мауса, то вот эти вот части, когда Маус прямо будет смотреть на вас, они будут для вас серыми. Такие вот два овала. Но как только вы башню отворачиваете, здесь срабатывает приведенная броня, и, соответственно, вся башня Мауса становится красной. Поэтому очень часто вы можете слышать по поводу того, что рекомендуют отворачиваться, но отворачиваться не вот так вот, чтобы не оголять свой борт башни, а немножко довернуть башню, соответственно, улучшить приведенную броню, ну и становиться неприступной скалой. И если вы играли на 10 уровнях или смотрели когда-либо бои, вы обращали внимание, что умелые игроки на Маусе как раз башенку-то и отворачивают. Это что касается приведенной брони. Возвращаемся к теме, чем больше угол, под которым заходит снаряд в вашу технику, тем меньше вероятность того, что техника будет пробита. Безусловно, есть полные картоны, которые как ни ставь, все равно пробиваться будут, но в любом случае стоит отметить, что данная техника в виде немножечко доворачивания корпусом, она действительно имеет право на жизнь и очень часто помогает. Что такое мансить? Многие спрашивают, что это, и многие не понимают, когда им в чате пишут. Мансить это во время боя делать вот такие вот движения. Мансить танком. Это делать вот такие вот движения, для того, чтобы сбивать прицел, для того, чтобы постоянно менялся угол в прицеле у вашего соперника. И, соответственно, данный угол, он будет помогать вам постоянно менять приведенку в разных частях танка. То есть, есть машины, которые имеют округлые формы. К сожалению, сейчас не буду... А, ну вот, допустим. Вот вы стоите, и у вас вот в такой вот проекции, допустим, 240 с этой стороны, 240 с этой стороны. Но если вы начнете мансить, здесь начнет уменьшаться, здесь начнет увеличиваться. И таким образом на округлых машинах, когда вы мансите, сопернику очень сложно, особенно если играет на сенсоре, очень сложно выцелить ту точку, которая будет максимально мягкой и будет максимально серой. То есть, эта серая зона, она постоянно перемещается по вашему корпусу или по вашей башне, соответственно, гораздо тяжелее выцелить этот момент и вовремя выстрелить. Это что касается того, как мансить. А теперь давайте поговорим, что делать, если ваш соперник неприступная скала. Давайте представим себе, что вы играете на восьмом уровне, на, допустим, том же самом ВК 45-02А. И у данной машины пробития недостаточно для того, чтобы... Бодаясь со львом в клинче, что есть клинч, это как две машины упираются друг друга лбами и пытаются друг друга пробивать, при этом газуя друг на друга для того, чтобы не дать возможности сопернику откатиться и сделать точный выстрел. Так вот, что делать, допустим, со львом, в случае, если вы не можете его пробить? Вам поможет фугас. Давайте на секунду вернемся к характеристикам нашей машины восьмого уровня. Я имею ввиду тяжика нашего. И на нем посмотрим технические характеристики по его орудию. Блин, надо было в избранное изначально добавить. Что-то я немножко тупанул. Простите секунду, ребят. Так, вот он. Итак, смотрим на технические характеристики по орудию. Как вы видите, даже топовое орудие обладает пробитием в 215 мм обычным базовым снарядом. При этом есть осколочно-фугасные, которые пробивают всего лишь 60. Но поверьте мне, вот этот осколочно-фугасный может вам зарешать в случае, если вы столкнулись с тем же самым львом, допустим. Понятное дело, что при своем уровне пробития ВК пробить льва в башню не сможет. Но то же самое он не сможет сделать с верхним бронелистом. И что же делать в случае вот такой вот патовой ситуации, когда вы со львом лоб в лоб столкнулись в клинче? Многие новички начинают пытаться продолжать выцеливать кепку, пытаться выцеливать какие-то серые зоны, бить бронебойным, ставить голду, пытаясь пробить. И это не помогает, они теряют время, за это время соперник продолжает их разбирать. И вот вместо того, чтобы тратить время на попытки выцелить какие-то серые зоны, я бы рекомендовал вам воспользоваться фугасным снарядом. И фугасным снарядом необходимо стрелять не прям в лоб башни куда-нибудь, не сюда, не сюда, и даже не сюда. Вам надо бить в основании вашей башни соперника. Вот сюда, вот. Когда вы бьете сюда, происходит всплеск фугаса. Что такое всплеск фугаса? Вы видели когда-нибудь, как взрывается салют, то есть от центра в разные стороны разлетаются светящиеся частицы. То же самое осколочно-фугасный снаряд собой представляет. Когда осколочно-фугасный снаряд приходит в точку удара, то от него, от точки удара в разные стороны рассеиваются осколки, которые имеют уровень пробития в 60 миллиметров. Таким образом, что чем выше вы будете прицеливаться, тем меньше осколков попадет вот сюда, вот, в верхнюю часть корпуса, где брони всего лишь 42 миллиметра. То есть, если вы льва пробить не можете вот сюда, вот, зарядите фугас, бейте чуть ниже башни, ой, простите, чуть ниже маски орудия, вот сюда, вот, вниз башни, чем ниже к корпусу вы попадете, тем лучше, тем больше осколков залетит сюда в броню 42 миллиметра при пробитии в 60 у вашего осколочно-фугасного и, соответственно, нанесет сюда урон. Не пытайтесь при малом запасе прочности особенно у техники, которую вы пытаетесь добрать в бою, выцелить серые зоны, заряжайте фугас. Особенно хорошо это работает, допустим, против Яги. Как вы видите, у Яги в Е100 на 10 уровне очень классная броня рубки. Целых 309 миллиметров приведенки и 270 без приведенной брони. И вот когда вы с ней сходитесь в клинче или когда вы видите ее в прицеле и пробить ее не можете, бейте в основание рубки с одной стороны либо с другой стороны осколочно-фугасными снарядами, потому что здесь сверху лист составляет всего лишь 40 миллиметров брони. А теперь представьте себе, что ваш снаряд с пробитием в 65, допустим, миллиметров попадает в вот эту точку. Разлетаются осколки, которые заходят сюда и наносят гарантированный урон. Да, пускай не сильно большой, да, пускай не все 100% урона зайдут, приблизительно заходит 50% от урона, если фугас не проходит фуллова через броню, но в целом это очень даже удобно, когда вы можете нанести хоть какой-то урон, а порой спасает и приводит к победе команды. Теперь, что касается того, куда стоит кидать фугас, допустим, в том же Т-34 в виде примера, и на этом мы закончим, перейдем к следующей теме. самый классный вариант, если вы играете и видите своего соперника в проекции сзади, вы видите его корму и большинство игроков делают грубую ошибку, они бросают фугас в самый большой участок, который видят, это дальняя часть кормы, вот этот вот лист. И это очень неправильно, потому что здесь 53 миллиметра брони и даже если у вас плюс-минус хватает пробития, то урона вы ему нанесете где-то в районе сотни, ну может там 120-130, но не более того. Куда же было бы стрелять более правильным? Более правильным закинуть снаряд вот сюда вот под башнем, то есть вот сюда в эту часть и таким образом ваши осколки они попадут вот в этот вот лист, в котором 39 миллиметров брони, пробьют его и соответственно нанесут урон. Но самое жирное место, допустим, в том же самом Т-34 это вот эта часть и многие спросят почему, чем она отличается от вот этой. Дело в том, что это полка нижняя, которая под собой, видите, точнее задняя полочка, вот эта, она под собой имеет вообще 19 миллиметров брони и теперь представьте себе, что ваш осколочный фугасный заходит куда-нибудь сюда и практически все осколки влетают снизу. Также, ребят, есть такая тема, как забрасывать фугасы спереди, если бросить особо некуда, то забрасывать фугасы тупо в землю вот сюда. Почему? Потому что на низкой технике, закидывая фугас под брюхо, фугасный снаряд разрывается при ударе об землю и, соответственно, его осколки залетают вот сюда, вот в днище. В днище, как правило, у нас брони практически нет, там в районе 15-25, но крайне редко встречается там что-то более жирное. Тот же самый лев здесь имеет 42, та же самая акула имеет всего лишь 20 миллиметров. Короче говоря, если победить нечем, соответственно, бейте сюда. То же самое касается и шарфа. То, что я говорил, помните, шарф поможет вам победить вашего соперника. Закидываете вот сюда вот в шарф в основании осколочно-фугасный снаряд и осколки пролетают в верхний лист вашего, ну, корпуса вашего соперника. Ну, и то же самое касается забрасывания фугасов в данном случае. Не даст никакого нормального результата, если вы фугасить будете тупо в корму данного танка или, допустим, в затылок, да? Не так уж и много залетит. А вот если вы бросите вот сюда вот снаряд под затылок свисающим, то, соответственно, осколки, которые будут разлетаться, попадут вот сюда вот там, где 30 миллиметров брони, частично пробьют саму башню по прямому прилету и, соответственно, частично пробьют вот здесь 50 миллиметров бронирования. Все зависит от того, какой уровень бронепробития у вашего фугасного снаряда. Я надеюсь, в отношении фугасов и подобных вещей я максимально подробно объяснил и надеюсь, эта информация будет для вас полезна. Как я уже сказал, если вдруг у вас будут вопросы, обязательно спрашивайте. И последнее, что хотелось бы сказать, просто ради вашего большего понимания, почему соперники порой себя так ведут или ваши союзники. Я думаю, что вы уже встречали в бою ситуации, когда вы в клинче находитесь с каким-то танком или даже не в клинче, но не в клинче, это глупая затея. А вот когда клинчуете со своим соперником, он поднимает ствол наверх и делает мансительные вот такие вот движения, мансит самой башни. Зачем это надо? Многие задаются вопросом, думают, что таким образом увеличивается броня. Нет, ребят, броня не увеличивается, но таким образом ваш соперник не дает вам возможности выцелить серые зоны на башне. Это связано с тем, что пушка, она имеет определенный диаметр в любом случае как объект в нашей игре. В то же время в пушку невозможно нанести урон, но она есть, и если в нее попадает снаряд, то этот снаряд не наносит урона танку. Таким образом, это типа как невидимая преграда для ваших снарядов. И вот если вы видите перед собой соперника, который пушку поднимает, это не что иное, как попытка перекрыть обзор вам своей пушкой и перекрыть часть той зоны, которая является пробиваемой в танке. Ну вот допустим, если вы пушку вниз опустите, то вот здесь вот в темечке, да, или в, как его правильно назвать, наверное, темечка это сверху, но вы поняли, вот эта вот зона, она допустим у акулы является пробиваемой, особенно вот в такой вот какой-то проекции. То есть здесь особо брони нет. Но если поднять пушку наверх, то как видите, вот эта тень показывает, как пушка поднимается и соответственно, она перекрывает частично собой возможность выцелить вот эту зону, по крайней мере частично. Именно поэтому, когда вы пытаетесь в клинче выцелить серую зону, ваши соперники поднимают ствол и делают то же самое. Они двигаются ровно в ту же сторону, куда и вы, для того, чтобы ваш прицел находился постоянно напротив орудия вашего соперника. Вот такая вот игровая хитрость. Если видео было вам полезно, обязательно лайкните, ну и обязательно возвращайтесь на канал. А еще лучше подписывайтесь на него и смотрите видео с оформленной подпиской, для того, чтобы помогать мне развивать мое начинание. Спасибо вам большое за внимание, всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.